Всем привет! Сегодня снимаю обзор на коробочку от Royal Samples El Girl. Коробочка это первый состав, которая шла с дополнительным бонусом по промокоду. Нет, там вернее было три подарка на выбор, три бонуса. Собачка, парфюм и третий я, к сожалению, не помню, что там было. Первый раз, когда я хотела сделать заказ, коробочку разобрали, я не успела. Разобрали очень быстро, но потом повторно, когда выложили, я заказала и, конечно, заказала с бонусом в виде парфюма. Давайте посмотрим, что входит в состав данной коробки. Во-первых, мне почему-то положили два листочка на скидку 50% на американский бренд кистей. Срок действия у него до конца сентября 2019 года. По промокоду, я так думаю, что вот этому. Если кому надо, то, пожалуйста, можете воспользоваться. Еще раз покажу вам листочек. Вот, если вам нужно, то можете воспользоваться моим промокодом. Срок действия до конца 2019 года. Далее у нас есть здесь каталог. Специально говорю слово каталог. Еще раз для Сережи. Мне очень лестно, Сергей, что вы смотрите мой канал и вы интересуетесь бьюти-боксами и косметикой. Но я прошу прощения за те ошибки, что я делаю в русском языке и за тот акцент, который иногда у меня появляется. Потому что 39 лет из 44 я говорила сна в совершенно другом языке и русский язык не является моим родным. Ни фамилию Чернова не смотрите, потому что фамилия у нас по мужу. Как обычно, у женщины фамилия по мужу. Я не русская. Русский язык не является моим родным языком. Поэтому истерику мне в комментариях устраивать не надо. Можете просто не смотреть мой канал. Потому что я впервые в жизни столкнулась с истерикой мужчины в комментариях под видео к бьюти-боксам косметики. И в первый раз удалила девочке комментарий, потому что человеку явно было плохо. Если вы хотите что-то поправить, сделайте это, пожалуйста, в следующий раз в корректной форме. Итак, еще раз для Сергея. Небольшое отступление. Перед вами каталог. Давайте посмотрим, что же у нас входит в коробочке. Так, ну, во-первых, от Сода. Маркер для век. Стоимость его 369 рублей. Он в синим, вернее, в голубом оттенке. Я его уже вскрывала. Мне оттенок очень понравился. Я однозначно буду им пользоваться. Оттенок пятый. Называется Диана. Срок годности до июля 2020 года. Сейчас я его вам продемонстрирую. Выглядит он вот так. Вот таким образом. Ну, давайте посмотрим. Посмотрите, какая красота. Мне очень нравится этот оттенок. Я думаю, на глазах он будет смотреться замечательно. Этот продукт однозначно будет использоваться, потому что он мне нравится. У Роял Сэмпл большая часть составов коробок открыты. А те коробочки, которые закрыты к концу продажи, составы обычно начинают открывать. Так, это 369 рублей. Следующий у нас идет бонус. Это туалетная водичка. В объеме 20 миллилитров. Всего объема в 2. 20 миллилитров 1500 рублей стоит. И 50 миллилитров 2600 рублей. Стоимость этой туалетной водички перекрывает всю стоимость бьюти-бокса, потому что заплатила я за него 1190 рублей. Давайте откроем, посмотрим, что в него входит. Как у нас выглядит туалетная вода. Так. Это у нас Германия. Вот такое вот, вот такое перышко. Это спрей. Начальные ноты это у нас мандарин, груша и фруктовый аромат ягод розового перца. Честно говоря, из-за ягод розового перца я думала, что аромат будет очень резкий. Ему, конечно, нужно отстояться минимум сутки. Но на данный момент аромат не резкий, он сладкий, довольно приятный. Посмотрим, что будет завтра. Я его сейчас поставлю, он постоит. Средние нотки аромата достигают своего пика и раскрываются нежным цветочным букетом ландыша, жасмина и розы. Композиция завершается базовыми нотками мягкого кашемирового дерева и белого мускуса. Но вот на данный момент довольно ярко, интересно и сладко. Не резко, совершенно не резко. Но, как я уже говорю, ему надо постоять. Вот, минимум сутки парфюмом надо постоять, потому что коробку транспортировали, он перемешивался. И ему надо отстояться, прежде чем его использовать. Но бонус, конечно, приятный. В коллекцию парфюма мне однозначно идет. И завтра он постоит, я его посмотрю еще раз. Если это не резкий аромат розового перца, то буду пользоваться им. Нет, так пойдет в коллекцию. Следующее у нас это Ифроше. Увлажняющий крем для рук длительного действия с арникой. Не могу сказать, что я в восторге от этого крема. 75 мл здесь заявленная стоимость 290 рублей. Но это давно не так, его можно взять. Вообще, когда получаете карту, в Ифроше его дают в качестве подарка. Заявлен он как увлажняющий длительного действия. Оказывает смягчающее действие, обеспечивает эффективное увлажнение, обладая способностью абсорбировать молекулы воздуха, воды из воздуха. Но, знаете, видно не для сухой кожи рук этот крем. Потому что, если я им пользуюсь, то мне хочется его наносить периодически. То есть, постоянно. Только намазала, хочется намазать еще, 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 еще. Потому что кожу он у меня не увлажняет. Видимо, он все-таки для не очень сухой кожи рук. Но, я его буду использовать на работе. Отнесу на работу и буду им пользоваться. Потому что ничего криминального, конечно, в креме для рук от Ифроше нет. И сейчас я посмотрела очень часто в бьюти-боксах у нас Ифроше и Миксит. Вот, практически во всех коробках. Вот, на данный момент. Далее, это компактная бритва. У меня такая сейчас в использовании. Она тоже была от Иф, ой, от Роял Сэмплс. Вот таким образом она выглядит. Ее очень удобно брать с собой куда-нибудь в поездки, в командировки. Стоимость ее 800 рублей. Но, если честно, я ее видела за 400 рублей. Но, тоже, стоимость такая внушительная. Она, конечно, очень удобна. Занимает мало места. Я с удовольствием заменю свою ту бритву, которую, в принципе, это еще можно пользоваться на новую. Единственное, плохо, что нету дополнительных кассет. И они дорогие. Но, вот, Роял Сэмплс тем хорош, что это вот третья бритва, которая есть в составе бьюти-бокса. На данный момент. То есть, у меня уже третья от них. Поэтому, вполне можно у них брать. Пользоваться ею очень удобно. Мне нравится. Следующее средство. Это антибактериальный гель для рук. Выглядит он вот таким вот образом. Стоимость его 200 рублей. Нигде не находила на сайтах. Поэтому, будем учитывать, как 200 рублей. Здесь тоже вот написано стоимость 200 рублей. Так, у меня это сакура, груша, мимоза. Уничтожает 99,9 бактерий. Благодаря маленькому размеру и милому дизайну, станет незаменимой частью любой сумочки. Брать его можно везде, на учебу, в поездке, на прогулке. Так, способ применения. Нанесите небольшое количество на руки и распределите. Содержит алоэ вера и витамин Е. Увлажняет и смягчает кожу рук. Вот этим средством точно с удовольствием буду пользоваться. Я вот единственное не поняла, что его получается не надо смывать или надо смывать. Но посмотрю, попробую. Мне нравится. Далее. Средство, которое мне очень понравилось. Я его уже открыла, посмотрела, чтобы опять не получилось так, что я при вас не могу его открыть. Это масло-блеск для губ с органовым маслом от Диваж. Стоимость его 299 рублей. Можно нанести равномерно на губы аппликатора или подушечками пальцев. Так, легкий полупрозрачный оттенок придает чувственный блеск и объем. Сочетание 6-ти масел и успокаивающих ингредиентов питает, смягчает, восстанавливает потрескавшуюся и обветренную пересохшую кожу губ, мгновенно улучшая их состояние. Я ее оставлю на зиму. Это однозначно. Так, сейчас масло-блеск для губ. Страна происхождения Италия. Объем 5 мл. Давайте посмотрим. Я уже ее свочила. Сейчас делаю еще раз. Вот так выглядит спонжиком. Он действительно полупрозрачный блеск, который будет придавать легкий оттенок губам и увлажнять масло-блеск для губ. Мне нравится. Я однозначно его оставлю себе на зиму. Буду пользоваться зимой. Смотрится хорошо. Вот так. Еще раз покажу вам. Так, оттенок хотела посмотреть. Оттенок 0,4 у меня. Вообще в коллекции 4 полупрозрачных глянцевых оттенка. Каждый из которых облаждают соблазнительным фруктовым ароматом. Но можно еще понюхать, какой у меня аромат. Я не знаю, девочки. Здесь на ней ничего не написано. Но пахнет она приятно. Пошлите дальше. Дальше, дальше у нас. Что же у нас дальше? Защитный спрей от солнца. 20 мл стоит 300 рублей. Выглядит он таким вот образом. Обеспечивает мгновенную защиту от солнечных лучей. Благодаря специально мягкой форме лей. Спрей мгновенно впитывается, исключая необходимость дальнейшего растирания средства руками. Удобный карманный формат флакона. Срок годности бы у него посмотреть и оставить его на лето. 20 мл здесь. Так, дата изготовления. А, годен до 21 года. До марта 21 года. То есть спокойно его можно оставить на следующее лето. Так, способ применения. Равномерно распылить средства на открытые участки кожи, избегая попадания в глаза. Защита от неблагоприятного воздействия солнечных лучей до 6 часов. То есть я вполне это средство, наверное, вот таким вот образом упакованным, оставлю до следующего лета и буду пользоваться им следующим летом. Срок годности у него очень хорошие. Следующее это шампунь от Londo Professional. Так, 250 мл стоит 551 рубль. Здесь у нас, наверное, мл 50, да. 50 мл. Люблю такие миниатюрные шампуни. Вот еще бы к нему кондиционер. Вообще бы цены коробки не было. Так, формула с органовым маслом и витамином Е. Деликатно очищает и способствует мгновенному обновлению волос любого типа. Разглаживает волосы, придает им здоровый вид и естественный блеск. Ну, вот еще бы кондиционер. Я люблю, когда вот шампунь, кондиционер и пахнет вкусно. Шампунь, кондиционер, если маска для волос, даже если в миниатюрном таком вот исполнении, то это хорошо. Шампунь тоже, конечно, я буду им пользоваться. Дальше от Фаберлик у нас идет полноразмерное средство. Где оно у нас? Вот оно. 50 мл. Стоит 999 рублей. Ну, девочки там в аннотациях писали, что за 600 можно взять, за 700. Ну, то есть тоже цена такая небюджетная. Это гель-крем для лица. Точно помню, что он был в полноразмерном исполнении, но сейчас я, девочки, посмотрю. Да, 50 мл, то есть это полноразмер. Так, срок годности бы найти. Уже всю коробку извертела. Так, ладно, срок годности, наверное, на тюбике. Так, давайте тогда его откроем, коробку. Выглядит вот это средство таким образом. Так, дата изготовления 06.06.19. Срок годности 18 месяцев. Написано на коробке. Закрыта крышечкой. Я вскрывать пока не буду. Пусть будет таким образом упаковано. Итак, гель-крем для лица. Обогащен комплексом витаминов. Имеет таящую шелковистую структуру. Обеспечивает коже ощущение свежести и максимальное увлажнение. Насыщает эпидермис комплексом витаминов. Борется с пигментацией и удерживает влагу в коже. Экстракт березового сока способствует борьбе с пигментацией. И возвращает к коже естественное сияние. Но попробуем. Крем получается свежий. Ему всего несколько месяцев. 6 июня, 6 июля, август, сентябрь. 4 месяца ему. Так что, конечно, будем пользоваться. Получается полноразмерное средство. Следующее у нас это бальзам для губ. Дыня жимолость. Выглядит он вот таким вот образом. 7 грамм стоит 490 рублей. Это у нас полноразмерное средство. Так. Бальзам для губ. Составом на 100% из натуральных и 95% органических компонентов. Содержит натуральные масла. Обогащен витамином Е и экстрактом дыни и жимолости. Бальзам имеет питательное, смягчающее и разглаживающее действие. Делает губы нежными. Входящий в состав бальзама масло оливы, кокоса, шиша, жаба. Насыщает кожу губ питательными веществами. Эффективно увлажняет ее, повышает упругость, эластичность и восстанавливает и защищает губы. Экстракт джимолости и дыни имеет противовоспалительное, тонизирующее и капилляроукрепляющее действие. Смягчает, разглаживает кожу губ. Но написано очень хорошо. Нужно будет попробовать попользоваться им. Производство США. Срок годности. Хочу срок годности. Где мне увидеть срок годности? Не вижу пока, девочки, срок годности. Но не буду задерживать ваше время. Потом посмотрю сама. Если что, допишу в комментариях. Пошли идти дальше. От Миксит. Межгалактическая маска-пленка с тысячей сверкающих звезд. Маска у меня такая уже вторая. Она приходила, по-моему, в косметичке от Глэмов. Стоимость ее 995 рублей. Написано про нее очень хорошо. Состав у нее очень хороший. Меня смущает одно. Она идет со звездочками. Говорят, эти звездочки плохо снимаются и смываются. Я все хочу попробовать. Может, даже сейчас попробую сегодня. Потому что одна стоит уже. И вот теперь она вторая у меня. Но завтра не на работу. Не знаю, до работы. Может быть, звездочки я смою все. А может, не так все плохо. Так. Витамин С входит в эту маску. Он борется с преждевременным старением и дряблостью кожи. Морской галоген. Морской галоген. Янтарная кислота. Маска матирует, глубоко очищает поры, восстанавливает естественный тонус и рельеф. Глубокое очищение поры, моментальное избавление кожи от жирного блеска, устранение отечности, разглаживание рельефа кожи. Нанести ее нужно на 20-30 минут и после полного высыхания снять маску снизу вверх. Честно, может быть, у меня руки не из того места растут, но ни одну пленочную маску я нормально снять не могу. Но попробую. Ну что, уже вторая. Надо уже что-то с этим делать. Я немножко двину камеру, девочки. Не рассчитала я. Извините меня, пожалуйста. Не рассчитала, у меня все не помещается. Так, следующее. Это эмульсия с тонирующим эффектом. В коробочке их почему-то две. Но, может быть, так и должно быть. 40 мл стоит 1320 рублей. Здесь 5 мл, две коробочки, получается 10 мл. Используется она, может, как основа под макияж. Это очень хорошо. Разработана специально для проблемной кожи с акне, легкой и средней степени. Корректирует несовершенство кожи лица, выравнивает тон и придает коже сияние. Эмульсия с тонирующим эффектом 3 в 1 для борьбы с несовершенствованными кожей. Ухаживает, выравнивает тон, увлажняет. Сокращает покраснение, способствует уменьшению пятен, отшелушивание, матирующий эффект, сияющий эффект. Разглаживает, смягчает и снимает раздражение. Быстро впитывается, увлажняет кожу, оставляет кожу матовой и придает здоровое сияние. Превосходная основа для макияжа. Я обязательно ее попробую, потому что нравится мне найти с собой на работу, брать основу для макияжа, которая маленькая. Чтобы она в косметичке не занимала очень много места. Поэтому, конечно, я попробую ее пользоваться. Так, она у нас идет с тонирующим эффектом. Давайте уже одну попробуем. Сейчас, девочки, закрою. Так вот, смотрите. Ой, какая она интересная, девочки. Она так хорошо увлажняет кожу. Она такая приятная на ощупь. Сейчас попробую. Абсолютно не имеет никакого запаха. Ну и получается, что она мне не желтит, потому что, ну вот, я даже не вижу границ, где я ее нанесла. Но, опять же, у меня смуглая кожа. Поэтому, ну, я не знаю, может быть, она не всем подойдет. Может, будет желтеть. Срок годности у нее до 21 года, до июня. Пытаюсь найти где-нибудь тон, чтобы вам подсказать, в каком тоне она приходит. Так, страна изготовления, Франция. Может быть, на ней написан тон. Так, нет, девочки, не вижу. Вот, на первый взгляд не вижу, чтобы было где-то написано. Но я обязательно ее буду использовать. Я ей буду пользоваться. На данный момент не вижу. Срок годности нашла, а вот тон найти не могу. Так, и последнее, да, и последнее средство, которое у нас есть, это тканевая маска. Я уже говорила, тканевые маски я не люблю. Но так как они приходят в бьюти-боксе, я пользуюсь ими. Хочу снять следующее видео о пустых баночках. Я их там разделила на три части. Это Project Pen, то, что закончилось, подведем итоги. Это пустые баночки с бьюти-боксов и пустые баночки, которые средства я покупала самостоятельно. Эта маска одна штука стоит 159 рублей. Маска с гиалуроновой кислотой. Японская марка. Созданная из стопроцентного органического хлопка. Раствор гиалуроновой кислоты хорошо распределяется по всей поверхности кожи, образует водную мантию. Маска глубоко увлажняет, возвращает упругости и выравнивает текстуру кожи. Эффект упругости глубокого увлажнения даже на очень сухой коже. Держать ее надо 5-10 минут. После применения маски лицо не требует дополнительного умывания, что очень хорошо. Значит, достаточно, что она впитается самостоятельно. Тоже очень хорошая маска. Надо ее попробовать обязательно. Вот так она выглядит. Вот такое наполнение у этого боксика. С дополнительным бонусом она шла. Но даже если мы уберем туалетную воду, то наполнение бокса больше, чем на 1190 рублей, даже если смотреть по минимальски. Здесь практически все полноразмерные средства, но получается, кроме сыворотки с тонирующим эффектом, и то ее положили две штучки. А все остальное это полноразмеры. Никаких миниатюр. Я надеюсь, что вам понравился мой видеообзор. Пишите, пожалуйста, комментарии. Я не против критики, но если она выражается в корректной форме, а все остальное будет недопустимо, я такие комментарии буду удалять. И, пожалуйста, все пишите по делу, Сережа. Не надо устраивать истерики в комментариях. Я надеюсь, обзор мой был полезен. Если у вас есть вопросы какие-то, задавайте. Я обязательно на них отвечу. Всем всего хорошего. До свидания.